книга открытым оком тема суды том 12 вопрос 2729 говорят что бедному суде трудно сегодня нечем платить за назначаемые экспертизы ваше дело с коммунистом из-за этого зависла отвечает игнатий тихонович лапкин именно так если кому-то на пользу будет как из этой ситуации меня господь вывел могу дать прочитать жалобы в алтайский краевой суд частная жалоба на определение судьи железнодорожного районного суда города барнаула 21 января 2005 года мной подано исковое заявление о защите чести и достоинства и деловой репутации связи с тем что мне попала в руки книга н.и. морозова полюшка поля который распространяет н.и. морозов лично морозов и является автором названной книги и обладает авторскими правами на содержащиеся в названной книге статьи и повести указанной книги на страницах 242 250 содержится описание событий которые не соответствуют действительности фактически не имели места и которые содержат сведения порочащие мои честь и достоинства и деловую репутацию а также содержат сведения носящие для меня оскорбительный характер определением судьи железнодорожного района суда города барнаула при липченко г а 21 января 2005 года по делу назначена лингвистическая экспертиза расходы по оплате проведения который суд возложил на меня полагаю что определение о назначении лингвистической экспертизы от 21 января 2005 года в части возложения на меня расходов по оплате и проведения является незаконным несправедливым и подлежит отмене последующим основанием экспертиза назначена судой по судом по собственной инициативе соответствии с части 2 статьи 96 гпк рф случае если вызов свидетелей назначение экспертов привлечения специалистов и другие действия подлежащие оплате осуществляются по инициативе суда соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета экспертиза назначена не по ходатайству истца который возражал против проведения экспертизы связи с тем что в судебном заседании был допрошен торшин вы я специалист в области литературы и русского языка обладающий соответствующими познаниями и имеющий длительный опыт работы 16 лет директором школы номер 58 член академии автор книг по синтаксису и лингвистике поэт давший письменное заключение книги и тем самым естеств представил доказательства того что сведения указанные в иском заявлении носят для него порочащий характер экспертиза назначена судом для решения вопроса о том носят ли сведения о спариваемый истом порочащий истца характер и тем самым суд уже на указанной стадии процессов совершенно необоснованно поставил под сомнение одно из доказательств предоставленных истцом соответствие с постановлением пленума верховного суда рф от 18 августа 1992 года номер 11 о некоторых вопросах возникших при рассмотрении судами дел по защите чести и достоинства граждан а также деловой репутации граждан юридических лиц пункт 2 порочащими являются несоответствующие действительности сведения содержащие утверждение о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства или моральных принципов о совершении нечестного поступка неправильном поведения в трудовом коллективе быту и другие сведения порочащие производственно хозяйстве хозяйственную и общественную деятельность деловую репутацию и тому подобное которые умоляют честь и достоинства гражданина либо деловую репутацию гражданина или юридического лица таким образом понятия порочащие сведения являются оценочным понятием и проведение лингвистической экспертизы для решения вопроса о том являются ли сведения порочащими или нет не требуется в судебном заседании сам ответчики его представители отрицая тот факт что светят что сведения носят порочащий характер подтвердили что поведение приписываемое истцу в книге ответчика не соответствует нормам поведения в обществе как в то время которое описывается в книге так и в настоящее время и тем самым признали что сведения изложены в книге являются для истца порочащими кроме того соответствии с пунктом 7 указанного постановления п.в.с. истец обязан доказать лишь сам факт распространения сведений к которому предъявлен иск связи с чем возложение обязанности по оплате проведения экспертизы на истца является неправильным распределением бремени доказывания по гражданскому делу о защите чести и достоинства и деловой репутации гражданина истец не желая проводить лингвистическую экспертизу заявил о своем исключительно трудном материальном положении и абсолютной невозможности оплатить проведение экспертизы подтвердил свои доводы доказательствами представленными в ходе судебного заседания так и сом представлена справка о размере его пенсии которая составляет одну тысячу три рубля и сорок три копейки что значительно ниже прожиточного минимума установлена в алтайском крае для пенсионеров кроме того в доме в котором было зарегистрирован и проживал истец 24 декабря 2004 года пока шел судебный процесс произошел пожар уничтожившие большую часть имущества истца дом сгорел и истец оказался в самом прямом смысле на улице посреди зимы истец предоставил справку о пожаре из пожарной части номер один города барнаула а также газету вечерний барнаул а 28 декабря 2004 года страница первая в которой также было сообщено о пожаре в доме истца по улице никитина 147 с указанием его фамилии и имени вместе с тем отвергая доводы истца его плохом материальном положении шут свой суд в определении о назначении экспертизы совершенно необоснованно и бездоказательно указал что истец имеет денежные средства преподавательской литературной деятельности истца при этом судом не было принято во внимание что преподавательская деятельность осуществляется истцом на общественных началах совершенно бесплатно что подтверждается отзыв о деятельности истца из агтву где он только арендует помещение и пояснениями истца роде своей деятельности также не было учтено судом и то обстоятельство что издание религиозной литературы не может повлечь избавить извлечение прибыли ввиду значительные затрат на издание книг а также то что истец издает книги на деньги спонсоров у пенсионера нет денег на издание книг не получает авторского вознаграждения за написание книг кроме того реализация религиозной литературы не носит массового характера в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения подтверждающие наличие у истца иных наряду наряду с пенсии доходов связи с чем указанный вывод суда является совершенно необоснованным материалами дела и надуман возложение обязанности по оплате проведения лингвистической экспертизы на истца при отсутствии у него денежных средств которые он мог бы потратить на эти цели при обращении его в суд о защите нематериальных благ каковыми являются честь достоинства и деловая репутация фактически лишает истца права на судебную защиту его нарушенных прав поскольку в соответствии с частью 3 статьи 79 гпк рф при уклонении стороны от участия в экспертизы не представление экспертом необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно суд в зависимости от того какая сторона уклоняется от экспертизы а также какое для нее она имеет значение вправе признать факт для выяснения которого экспертиза была назначена установленным или опровергнутым неоплата экспертизы истцом может быть расценена судом как уклонение истца от проведения экспертизы и на основании части 3 статьи 79 гпк рф суд имеет право признать сведения о спариваемые сом непорочащими что привлечет что повлечет отказ в удовлетворении исковых требований истца положение части 3 статьи 79 гпк рф приведены в определении от 21 января 2005 года о назначении экспертизы и тем самым можно предположить что суд воспользуется правом предоставленным ему процессуальным законом а истец силу своего плохого материального положения не сможет защитить свои нарушенные права что будет являться грубейшим нарушением статьи 19 21 конституции рф таким образом определение железнодорожного районного суда города барнаула 21 января 2005 года назначение лингвистической экспертизы в части возложения на истца обязанности по оплате стоимости проведения экспертизы лишает истца права на судебную защиту и возможность дальнейшего движения по делу по его иску о защите чести и достоинства и деловой репутации не основанного на материалах дела вынесена с нарушением требований статьи 96 гпк рф и подлежит в указанной части отмене на основании изложенного и руководствуясь статьей 371 373 374 гпк рф прошу первое определение железнодорожного районного суда города барнаула от 21 января 2005 года о назначении лингвистической экспертизы в части возложения на истца обязанности по оплате стоимости проведения экспертизы отменить и отнести расходы по проведению экспертизы за счет федерального бюджета приложение первое копия жалобы второе справка два экземпляра лапкин игнатий тихонович 31 января 2005 года кавычки закрыты краевой суд 16 марта 2005 года снял с меня обязанность оплачивать экспертизу пока еще не начата война доколе враг рубеж не пересек суметь предотвратить осталась цель одна избыть войны начала ей прикрыть исток советники военные смутились подсчеты делают запасов тайников еще не поздно и спросить бы милость мобилизовать мальчишек стариков тропа войны кому-то мать родная их даже медом в праздник не корми но дай разбойничать и властвовать над нами свободу нашу жечь и схоронить на наши мирные уступки предложения на дани жертвенные и дары плюют свобода наша стала их мишенью мошенствует их предводитель плут и выбора нам не оставил враг преследует на пятки наступает приходится писание снова брать молитву выдавать нескудной пайкой постом загруженные вышли корабли составы под парами чудо бдений по порошинке ревность подмели и жертвуем себя не только деньги еще мы дома светится наш храм священник руки к небу воздымает и враг попятился от неисцельных ран бежит как полчища разбитого мая наш милосердный сущий иегова вождь сирых вдов и искренних рабов прими молитвы всем врагам в погоню и перед ними вырой страшный ров но мы не смерти просим окаянным отступником уже братьям ракетиром им совесть пробуде их наглость скинув в яму назад теперь ползут и просят мира 16 марта 2005 год игнатий лапкин а